ПОСТ Нужно поститься тем, кто болеет Или тем, кто беременным, например И так далее И я каждый раз отвечаю Но так как ролики проваливаются На старые никто не смотрит Вопросы опять идут Ну и тут, конечно, наверное, еще и от новых подписчиков Которые появляются Регулярно на канале И я рад еще раз с вами порассуждать на эту тему Поскольку тема-то достаточно важная Достаточно важная И я вам так скажу Что мы с вами должны все-таки осознать Для кого этот пост И что он из себя представляет И ради этого Я вам предлагаю Вы все-таки посмотрите видео Патриарха Московского Кирилла О ПОСТе Вот прям так наберите И увидите Я это потому говорю Чтобы не из своего ума А вам просто сделать Мне писали А наш настоятель Сказал другое Я не знаю, что сказал ваш настоятель Смотрите, что сказал Патриарх Итак, начнем разбирательство Патриарх сказал Следующее Что пост Относился И был выработан Для монахов Восточной церкви То есть Православной церкви И он был прописан В греческой церкви Вот в этой восточной Как служебный Служебный В типиконе Значит Служебные действия Для монахов Поэтому Патриарх говорит С опубликованием Типиконов И К сожалению С возрождением Церкви И внимание ее Светских СМИ Привело к тому Что Светские СМИ Этот пост Для монахов Растиражили Как пост Для всех Они Говорят Там Опубликовали Расписание Поста Какие дни Воздерживаться Вообще От еды Какие дни Строго Регулировать Своё питание И я Говорят Вам Предупреждаю Что Одно дело Всё-таки Это для монахов А другое Дело Это Для простых Прихожан Поэтому Если вы Собираетесь Как-то Поститься То Вы Посоветуйтесь Со своим Священником С духовником Какой вам Пост Держать Вот Это Раз То есть Те нормы Которые Ставятся Для Олимпийских Чемпионов Чемпионов Мира И так далее Ну Совсем Не подходят К простым Бегающим Ходящим С палочками И всем Остальным Вот это Вы Первое Усвоите Второе Что очень сильно Нужно усвоить Что пост Не относится К духовному Совершенству Если Он направлен На совершенство Материальное Материальное Есть такое понятие Что тот Кто увлечется Материальным Развитием Тот Потеряет В духовности И Вообще Покинет Ее Поэтому Если вы Думаете Что Будете Поститься Для Какого-то Физического Своего Совершенства Я Похудаю Я Прибрету Бодрость Я Ну и так далее Что-то такое У меня Кожа Станет Глажа Как-то Я такое Даже Слышал То Вы Сразу Сразу Впали В грех Страсть Сразу Можно сказать Что вы Неправильно Поститесь И Уже Можете Сразу Перечеркнуть Все его действия Как Духовные И В конце Поста Ити Икается Что вы Занимались Постом Вот в таком Направлении Это второе Третье Конкретно Для Некоторых Категорий Пост Вообще Запрещен Тоже Это Поймите Для Детей Он Очень Сильно Необязателен А А и лучше Запрещен Если ребенок Больной Для Пожилых Людей Для Престарелых Людей Для Людей С Хроническими Заболеваниями Для Людей С Тяжелыми Работами Связанными С жизнью Людей Там Например Водители Какие-то Ну в общем Такие Для Беременных Женщин Для Беременных Женщин Ну и так Далее То есть Все у кого Есть отклонения От здоровья Я посмеюсь так Все Кто Не попадает На Олимпийские Игры Как Спортсмен Должны Либо Совсем Отказаться От Поста Либо Иметь Определенные Граничения Определенные Граничения То есть Его Можно Начать Но С Очень Большими Оговорками Я вам Сейчас Расскажу Что вы Сможете Все-таки Значит В посте Сделать Итак Это вот Предварительное Такое Небольшое Вам Вступление Чтобы вы Уже Осознали Кто вы В какой Вы категории Находитесь Людей И Можете Либо Вообще Браться За этот Пост Стоит Либо Вам Это Делать И Если Вы Все-таки Видите Что Вам Есть Возможность Немножечко Попоститься Как-то Попоститься То Можете Слушать Дальше А дальше У нас Разговор Как раз О том Духовный Подвиг Пост Или Физический И Естественно Это Духовный Подвиг Духовный Который Связан С Усвоением Или Обладанием Своего Тела То есть Подвиг То Духовный Но Он Как раз Для того Чтобы Страсти Своего Тела Победить Не Ну В том числе Чревоугодие Там Или еще Что-то Какие-то Это Вот Но Он опасен Тем Что Те Кто берется Его соблюдать Попадают В очень серьезный Духовный Грех Вот Могут попасть В духовный Грех Это Грех Гордыни Очень часто Мы слышим Людей Которые Начали Поститься И в какой-то Момент Они Начинают Как бы Хвастаться Тем Что Ой А я Пощусь Вот Так Вот Полноценно Ой А я Значит Выдержала Там И первую Седмицу Сухоядения Там Или еще Что Я Все 40 дней Больше Того Ладно Они Не будут Хвастаться Но Они Будут Осуждать Они Будут Говорить Про тех Кто Не Поститься Что Эти Люди Неполноценные Христиане Что Эти Люди Вот Неправильно Веруют То есть Они Не Постятся Вот Это Гордыня И Гордыня Поджидает Всех Кто Берется Именно Вот Поститься Во-первых Так Видимым Путем Показным Путем Кто Часто Говорит О том Что Ему Нужно Поститься Он Будет Поститься Спрашивает Других Постишься Ли Ты И так Далее Вот Это Одна Из Самых Страшных Вещей Которая Ожидает Неправильно Постящегося В Посте Ох Гордыня Вот Гордыня Может Значит Вас В этом Плане Замучать Но Есть Одна Очень Спасительная Вещь Очень Спасительная Вещь В принципе Она Вообще-то Вообще Одна Которая Делает Весь Пост Правильным Вообще Смысл Поста Дает Это Отношение Но К нему Я хочу Вас Подвести Через Вот это Понятие Которое Мы с вами В последнее Время Каким-то Образом Развиваем Понятие Простоверов Да Мы уже С вами Пришли К тому Что Огромная Часть Церкви Это люди Простые Они Просто Верят Они Просто Любят Бога Они Просто Хотят Быть Духовно Развитыми И Спокойными В этой Духовной Развитости Радостными Часто Они Вообще В церковь Не ходят Это Интересно Что Я Встречал Тех Кто Постится И Тех Кто Вроде Молится А Церковь Не Ходит Вот Такое Это Вот Простоверы Так Вот Все То Что Я Дальше Сейчас Скажу Оно Относится Как раз К таким Простоверам То Есть Тем Кто Не Вникает В Глубину Вот Всяких Тонкостей Где Тут Рыбу Где Тут Масло Где Тут Значит Вообще Сухой День Кстати Это Достаточно В наше Время Недешево На На рыбу Полностью Перейти Или На морепродукты Поэтому Такой Переход Может Часто Даже Вот Из Экономических Возможностей Невозможен Но При этом Я вам Открою Одну Тайну Паститься Можно Чем Угодно Вот Чем Угодно Отказавшись От любой Искусительной Какой-то У вас Вещи Которые У вас Есть Вы Уже Можете Войти В пост Это Я Для Простовера Говорю Ну Например Можно Бросить Курить На Время Поста Попаститься Вот Воздерживаясь От курева Знаете Это Очень Очень Полезная Вещь Вот Больше Того Я Считал Что Тех Кто Паститься Едой И не бросает При этом Курение Они Больше Согрешают Ну Правда Есть Опасность Что Вы Бросив Курить Будете Больше Есть Например Можно Попаститься Бросив Ругаться Матом Вот Так Можно Просто Перестать На это Время Ругаться Матом И это Будет Пост Можно Например Попаститься Перестав Ругаться С ближними Вот То Есть Вот Взять Себе Зарок Все Я Весь Этот Страшный Пост Буду Со всеми Ласково Разговаривать Я Перестану Укорять Их Объезжать И все Остальное Это тоже Будет Очень правильный Хороший Пост Который Может вам Больше Вообще Пользы Принести Чем вы Решитесь Какую-то Пищу Там Отодвинуть И так далее Можно Лишить себя Сладкого Сказать Я не буду Сладкой Больше В это В это Время Можно Лишить Себя Теревизора Вот Выключу И не буду Смотреть Но Что самое Главное Я вам Хотел Открыть Чтобы вы Все-таки Поняли Что такое Настоящее В посте Так Так Первое Это Я вам Скажу Так Что Если вы Поститесь Для себя Для себя То вы Сразу Можете Опять Идти И каяться Что Пост для себя Никогда Не принесет Пользу Как же вы Должны Поститься Ради Христа Ради Христа Вот Если вы Ради Христа Сделаете Этот Пост Какое Нибудь Исключение Чего-то Плохого Недостойного Того Что Портит Человека То вы Все У вас Правильный Пост И вы На правильном Пути Поэтому Еще раз Подумайте Значит Что вы Можете Исключить На это время Спокойно Чтобы это Никого Не Обидело Не раздражило Никому Не принесло Вред Потому что И так Может быть Я Все Не буду Я в этот Пост Мясо есть И вам Не буду Готовить А может быть Вокруг вас Как раз Те Кому Нельзя Поститься Дети Больные На тяжелых Физических Работах Люди И все остальное То есть Задумайтесь Что вы Можете Оставить На это время Ну и Помолившись Ради Христа Попробуйте Это выполнить Вот это И есть Настоящий Пост Особенно Пост Для простоверов Бог вам В помощь Здоровья Вам Если Вы Начинаете Чувствовать Что Такое Пощение Ведет К раздражению Или К какому То Вот Вашему Это И вам Прямо Уж Терпеть Невозможно Ну Переставайте Переставайте Потому Что все равно Главная Цель Христианства Это Радуйтесь И веселитесь Это Вот Это Отношение К Ближним Любовное Это Это Вот Не Показная Какая Нибудь Такая Вот Христианская Аскетика Почему Нам И Говорятся Что Не Делайте Виду Постного Оденьтесь В Праздничные Умостите Главу Свою И И Поститесь Здоровья Вам Всем Радости Аминь